Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Очень сложное видео сегодня будет. Вал вопросов от подписчиков, чем можно заменить Edemitsu Zepro 020 530 металлической таре made in japan. По 020 проблемы начались давно уже с поставками и во многих регионах она кончилась, какие-то были завозы, но это никому не хватило. А 530 тоже начинается, намечается некоторые проблемы с поставками 4-литровые канистры, по 20-кам там маленькая, другая ситуация по почкам. Edemitsu мы занимаемся уже давно, лет 10 примерно, плюс-минус. За то время, что мы продаем Edemitsu, а мы продаем оригинальные продукты Edemitsu, не было ни одного нарекания, вообще ни одной рекламации от наших покупателей на продукт, вообще ни одной. По Edemitsu очень много негатива в сети, связано конечно он с наличием поделки на рынке, я думаю, что на рынке присутствует не половина конечно, нет процентов от 7 до 10 подельных масел по Edemitsu, по бренду, сейчас маленькая может быть ситуация поменялась в большую сторону. Так вот, что касается поделки, привозят пустую тару из Китая, пустые банки уже с принтами, с крышками, тару по картону заказывают в России, здесь используют масла любые, которые попадаются под руку для заливки, это может быть веретеное масло, М8В там, все что угодно, можно залить там гидравлик какой-нибудь или простой там укул супер 1040, хотя он сейчас тоже дорогой, вот и продают под видом оригинальных продуктов. Соответственно, люди берут, ездят больше 7 тысяч километров, это все у них угорает, превращается в солидолу и так далее, то есть как бы негативные отзывы именно из этих получается ситуаций. Вот, по оригинальным продуктам вообще не было ни разу нареканий. Продукт очень хороший, Edemitsu в Японии, напомню еще раз, вторая по величине нефтеперерабатывающая, причем полного цикла, компания, которая уступает только NEOS по объему. Что касается Японии, еще раз напомню, давайте тоже расставим эти точки, чтобы было всем понятно. В Японии давно уже не производятся моторные, трансмиссионные масла и любая продукция под брендом Edemitsu, это уже примерно года, наверное, три, не помню точно уже, плюс-минус, Apollo Station. В Японии Edemitsu производят всю продукцию, моторные масла, трансмиссионные под брендом Apollo Station. Тоже касается и АЗС бывших Edemitsu, и Shell, которые они купили, то Shell Edemitsu, это сейчас все Apollo Station, АЗС, сервисные станции, при АЗС и так далее, все пункты продаж и так далее, все это Apollo Station. И бренд, который сейчас Edemitsu в Японии продает на внутреннем рынке, это Apollo Station. Такие красные и черные канистры. Про это я уже рассказывал, уже давно про это. И это не секрет, для кого Edemitsu делалось для экспорта 4-литровые канистры, всегда делалось для экспорта. Литрушка вообще в Японии продавалась никогда вообще, в принципе, в природе ее там не было. Только 4-литровое канистры когда-то присутствовало, это очень давно, очень давно на японском рынке. Сейчас его там нет вообще этого Edemitsu продукта под этим брендом. Ничего страшного, то что он производится для экспорта, но в Японии нет, абсолютно это нормальное явление, которое практикует очень многие нефтеперерабатывающие структуры, они под известным брендом, который уже заслужил себе добрую славу, продают на внешние рынки продукты. Было бы глупо переводить, например, рынок России или рынок азиатских стран других, там Китая и так далее, на бренд Apollo Station сразу. Люди бы не восприняли это, они бы продолжали искать Edemitsu, что и продолжалось делать до сих пор. Edemitsu выпускается под брендом именно для экспорта, для этого, потому что люди его знают, этот бренд, покупают именно под брендом Edemitsu. Надеюсь, это понятно, для чего это делалось и ничего страшного, предусутительного этого не вижу абсолютно. Что касается поставок, так как Edemitsu это вторая по увеличению температура в Японии, соответственно, все бренды, в том числе и экспортные конкретные к Edemitsu, они находятся под пристальным контролем надзорных органов японских, потому что структура большая. Поменялись условия работы с импортерами, вернее, с импортерами, которые в России находятся, с представителями. Это стало все очень сложно, проблематично, непредсказуемо, логистически очень стало сложно все сделать и так далее. То есть, поменялось очень много. Свифты там, короче, это тема такая для отдельного разговора, поэтому сейчас не будем в этом зацикливаться, просто все стало сложно. Не то, что японцы стали штыки и сказали, что мы там с Россией работать не будем. Нет, такого нет, ну и никакого там добрых намерений тоже нет, как-то вот в таком непонятном состоянии все находится сейчас. Сложно все. Мы сами представителями бренда являлись по Castle, который, вы знаете прекрасно, я постоянно вам предлагал очень давно. Это было, наверное, уже в течение пяти-шести лет мы представителями бренда это являемся. Castle это бренд Toyota Mobility Parts. Это тойотовская дочка, прямая, это дочерняя компания корпорации Toyota Mobility Parts. Она занимается автомаркетом после гарантийного обслуживания Toyota. Соответственно, этот бренд, он под контролем напрямую Toyota и делает его терраструктуру, что производит тойотовские масла. Соответственно, он также находится под жестким контролем государственным, хотя это не афишируется. Вот, соответственно, и структурой, которая занимается отгрузка на экспорт и так далее. Еще раз напомню, что Castle 4-литровые канистры, литровые также, как и Демитсу, абсолютно делали чисто для экспорта. На рынке Японии продаются 20-литровые канистры Castle, мочковые продукты. Castle Toyota, которые являются одним и тем же продуктом абсолютно. Поэтому там это все продается до сих пор, а вот 4-литровые канистры были чисто экспортные. Не только, в частности, для России. С ними тоже проблемы. Мы продолжаем сейчас возить через наших партнеров 20-литровые и бочковые продукты, потому что это можно сделать через третьи страны. Но, что касается 4-литровых канистров, с этим проблема большая. Предвосхищая события, на что можно поменять, собственно говоря, и Демитсу? Можно поменять на Верите. Можете это рассматривать как реклама, можете не как реклама. Просто этим брендом мы занимаемся. Я просто аргументирую, почему можно заменить, например, Демитсу на продукцию Верите. Сейчас мы к этому коснемся. Что будет дальше с поставками там и Демитсу, и Кассел, 4-литровых канистр, фасовки, непонятно. Сейчас об этом вообще говорить рано, потому что ничего не меняется. Сейчас все становится еще сложнее. Поэтому, что будет дальше, непонятно. По 20-кам, по бочкам сейчас более-менее все ровно. Мы запаслись, достаточно большие запасы сделали. И сейчас продолжаем еще вывозить продукцию Кассел, в частности, 0.25-30. Поэтому, если кому-то интересно, могут у нас покупать именно с четырешками. Проблема, есть с литрушками. Та же самая проблема. По Верите. Про Верите я рассказывал как про бренд. Вам еще раз покажу вам баночку, давайте, как выглядит упаковка. Я рассказывал еще два года назад, когда это не являлось чем мейнстримом. Верите вообще не продавался в Новосибирске, абсолютно его не было нигде. И я рассказывал про него два года назад. В описании к этому видео, в самом верхней части, будет видео как раз то мое про Верите. Я рассказываю про заводы, где что расположено и так далее. У Верите есть собственный завод. Это брендодержатель этого же бренда. Завод называется Сенва Кассей Конью, который многие знают, потому что он выпускает под этикетку еще много брендов. Но бренд Верите является собственным брендом этого завода. Их собственный бренд, они его брендодержатели. Это важный очень момент, потому что делать под этикетку это одно. Делать собственный бренд, его развивать это другое. Верите в Японии производится уже очень давно. Они специализируются на двух и четырехтактных маслах и по этим маслам они в Японии очень популярны. Можете зайти на Яхо на японский, на Best Japan, там на Minakarus сможете зайти через хитрый браузер, не буду подсказывать. Вот, там везде Верите есть, присутствует. Это не тайна никакая, можно посмотреть везде его наличие. Что касается двухтактных и четырехтактных масла. Это премиальная линейка, да, в Японии. Моторные масла в Японии Верите продаются слабо. Они продаются в основном двухтактных и четырехтактных. Но это не умаляет того факта, что производит их та самая структура. Так вот, Сенва Кассей Коги. Завод-брандодержатель бренда Верите. Что это такое? Что он себе представляет? Вообще структура в 1947 году была организована. В 1971 они начали производить смазочные материалы. Сразу же вошли, сейчас я буду читать с листочка, потому что я уже подзабыл, честно говоря. Вошли сразу в Japan Lubricants Oil Associates. Это структура, которая занимается, как раз дает лицензии, там и позволяет торговать на рынке японскими смазочными материалами. Вот, что касается заводов, у них есть два завода. Первый завод это в Сидзуоке находится, он более старый. Второй новый завод находится в Ikagami. В 2003 году построен, там же еще есть у них центр аналитических испытаний. Вот, они сделают не только моторные масла, они делают еще индустрию. Они делают, получается, индустриальные продукты, которые для металловработки сожи разные делают. В общем, делают они антикоррозийные составы, называется бренд Semic. Бренд известен тоже в Японии. Что касается мощностей, у них в Токио, в Сидзуоке, значит, 10, получается, реакторов варочных, резервуаров 18, а в Ikagami у них 19 резервуаров и 29 реакторов. Ну, это нормально, такое количество по мощностям, это очень неплохие мощности, скажем так. В описании к этому видео, еще раз напомню, есть видео полностью про Verity, там фотографии с завода, там где, что расположено, как там все это выглядит и так далее. Все это можно посмотреть на Google картах, есть ссылки и так далее. Чтобы не быть белословно, можете перейти и все это сами почитать. То есть, к чему я клоню? Verity это бренд старый, японский, это бренд не под этикетку, это бренд, который не производит наши российские, с вами пакистанские, индийские акционеры, которые хотели заработать на японском бренде, на японском имени. Нет, это бренд японский, он продается на внутри японском рынке, что очень важно. Причем и четырехлитровые канистры, и литровые канистры там же продаются, для внутреннего японского рынка. Базовые масла, из которых они производят свою продукцию, в основном это демитсу, об этом никто не говорит, и блендерный завод вообще никогда не афиширует, эта информация коммерческая тайна, об этом не рассказывают. Но, тем не менее, да, это демитсу, базовые масла, а присадки, естественно, они используют все качественно, они не экспериментируют с китайскими присадками, какими-то, например, или с арабскими, не дай бог там, вот, они используют присадки те же самые, Infineo, Bavrizo, Lefton и Aronite, которые, собственно говоря, используют все мировые крупные производители, потому что они к этому относятся очень ответственно. Вот, поэтому бренд проверенный, информация в интернете, в японских информационных источниках море, вы сами можете почитать, поэтому рассказывать особо не стоит. У нас сейчас есть практически вся линейка по Verity, 0,20, который можно заменить собой Медалист Эко по Идемитсу, стоит 5 200 4-х литровых ганистров, на сегодня цены могут меняться, поэтому цены на сегодняшние 4 тысячи стоит 5.30. Многие скажут, люди, что да, за гидрокрекинг, да, там, 4 тысячи, я знаю, что есть, которые не принимают конкретно японские масла, люди скажут, 4 тысячи там за гидрокрекинг, которые там 6 тысяч катать, нафиг это надо. Ребят, я уже говорю, много лет занимаюсь маслами моторными, 27 лет, мне, я с 78-го года рождения, кто еще не знал, вот, и давно занимаюсь маслами, с рынка еще, поэтому я с разные масла по моей жизни прошлись, там разные, я в мобиле работал 7 лет, вот японские масла, они хорошие все, японцы, они очень ответственно к этому относятся, и я практически ни одного бренда не знаю, чисто японского, который сделан именно в Японии для внутреннего рынка, там, связан с этим и так далее, не пакистанская взломка какая-то, не индийская, которые тоже существуют, да, и которые делаются типа в Японии, но на самом деле делают из корейской базы и так далее, а чисто японские масла, они все хорошие, они все классные, у них везде очень качественно сделан контроль качества, вернее, очень жесткий везде, и все японские продукты, которые сделаны именно в Японии конкретно, они все хорошие, все, нет ни одного масла японского, который был плохой. Вообще нет. Все японские продукты качественные. Знаете, я часто бываю на востоке, в Владивостоке, Хабаровске, Находке, Сахалинске, и покупаю везде в магазинчике, знаете, очень много магазинов, которые связаны с японской продукцией. Там всякие шоколадки разные, всякие конфетки и так далее. Так вот, когда я беру японские какие-то вещи, японские палочки с шоколадной или что-то еще подобное, и беру корейские, то это две большие разницы. Японские всегда классные, корейские, ну, лоты, это все так все. А вот, что касается химии, то же самое. Вот я химию, когда был в Японии, я ее привез из Японии эту штуку, вот, Armor L, которая, да, например, я ее чищу уже года два, наверное, все подряд, уже по офису перечислил всякие там вещи в машине и так далее. Вот она у меня еще осталась, еще утряется здесь. Это лучшее то, что я использовал, реально. То, что я покупал из Кореи или там, не дай бог, из России, если там некоторые европейские бренды, это все не то совсем. То есть японцы, они всегда качественно делают. Я просто некоторые примеры привел. Это мое личное мнение, то есть вы можете его не разделять, можете быть противником там японских брендов и так далее. Вот мое личное мнение, которое сложилось за 27 лет, то, что японцы всегда делают лучше, чем корейцы. Ну, по поводу Европы там просто другая тема совсем, но тем не менее, как бы из азиатов, из азиатов японцы, конечно, делают лучше всех. Это мое личное мнение, я с этим мнением как бы продолжаю жить и думаю, что оно у меня не изменится в ближайшее время. Поэтому все бренды внутрияпонские, да, они все хорошие. Тем более бренды прозрачные, которые понятно, где делаются, кто производят и так далее. Давайте к нашим баранам вернемся. Значит, я предлагаю поменять Эдемитсу бренды, которые отсутствуют, вернее, продукты по Эдемитсу в России сейчас, если их нет у вас в регионе, на Верите. Мы в Эрите добавили сейчас на Озон, оно у нас там есть, скоро добавим на Вайверис, соответственно, это все будет там, можете там покупать. Что касается наличия этого товара, мы запаслись, очень большие запасы сделали, до весенних запасов точно хватит. Это я постраховую сейчас говорю, потому что, конечно же, это, ну, печально так говорить, да, что до весны хватит. Мы запаслись и мы с Алексеем, я очень плотно веду беседу с человеком, который занимается импортом в Россию этого бренда. Все это, кстати, проходит официально, абсолютно в Россию. Поставки есть сейчас, поставки есть и по бочковым продуктам, по которым тоже большой интерес. Бочковые продукты мы сейчас в России не развиваем, в Новосибирске, вернее, бочковые продукты Верите, потому что мы продаем Castle бренд, соответственно, как бы там масло масляное будет, если будем заменять. Но четырехлитровые канистры, например, у нас сейчас нет по Castle продуктов четырехлитровых, литровых вообще, а нам нужно что-то предложить японское качественное, поэтому мы предлагаем Верите, потому что это японское качественное. Можете рассматривать как рекламу, можете рассматривать как просто призыв к действию. Сами посмотрите, в описании, еще раз напомню, есть видео по Верите, там все данные есть абсолютно. Можете сами убедиться в том, что, кто, где, когда, зачем делать и так далее. В принципе, я сказал все, наверное. Мое мнение таково, если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте в описании к этому видео, спрашивайте. Верите, да, недешевый бренд, да, гидрокрекинг, да, там, ну, ВИЧВИ, высокая степень очистки ноги, гидрокрекинг, да, больше 6-7 тысяч катать и не стоит, даже больше 6, вот я считаю, с нашим экологией, с нашим бензином, с нашим топливом, но, тем не менее, это качественный японский бренд, который продается в Японии. Корея, Россия, Корея, с Кореей у меня вообще никаких претензий нет, мы Кореи продаем гораздо больше, чем в Японии, намного больше, то есть там в разы больше мы продаем корейских масел сейчас, чем в японских, но, тем не менее, это отдельная тема, Корея это хорошие, качественные масла, хорошие, качественные, но это сегмент, скажем так, средний и всегда будет средним, Корея никогда не будет на пике находиться, ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, а Япония это всегда, не то чтобы, не люблю слово лакшери или премиум, конечно, звучит это странно по отношению к маслам, но, как бы, тем не менее, да, Япония всегда это must have, всегда лучше, вот, поэтому так, как-то так, но Россия сейчас тема отдельная, я надеюсь, что у нас все будет хорошо в России и для этого многие предпосылки есть, я считаю, что вот этот толчок, который сейчас есть, слово нехорошее, но он позволит нам что-то создать свое собственное, хорошее и дельное на самом деле, но сейчас это переходный момент, сейчас, которым нужно просто понимать, что сейчас сложное время, для российских производителей тоже сложное время, и нужно поддерживать российских производителей также, как и других производителей других стран, но тем не менее, как бы, да, в России сейчас время сложное, переходное и будем об этом рассказывать, стараться почаще. С вами Антон Воронков, вы на канале Magity.ru, подпишите, поставьте лайк, жмите колокольчик, извините, что видео получилось таким длинным, больше эмоционально наверное, чем рекламным, подпишитесь на меня на Дзене, там видео уходит гораздо раньше, чем здесь, всем пока!